Я ничего спрашивать не буду. Да я тогда говорить ничего не буду. Расскажи, какое ты место занял на чемпионате. Это шутка. Да никакое, нулевое место. Да ладно. Да, как-то так получилось. Сам удивился. Честно, до сих пор понять не могу. Вроде все складывалось неплохо, а последнее упражнение в тяге, она как застопорилась, и я это понять не могу. Застопорилась что-нибудь? В чем, правда, где там руки, колени? Нет, нет. Она у меня, в принципе, держала. Ну, в руках нормально было. Возле колена она у меня стопорилась. Ну, вот ребята со стороны говорили уже после соревнований, после баранки, что, возможно, я на коленники цеплялся. Ну, может быть, и есть в этом доля правды. Пока не знаю. Ты говоришь, что такого никогда не было? Такого никогда не было. Ну, ты там уже читал в интернетах, что говорили, зачем так надо было начинать. 315? Это планированный вес. То есть мы планировали, раскрою секрет, мы планировали 15 на чай. Да. А написали меньше, точно так же, как и в жиме 25 написали, и 5 в тяге написали. То есть это просто было, снизили специально. То есть дома 315 вообще вылетали? Периодически. Да. Понятно, с дышкой прошли приседания? Колбасило. Приседание колбасило. Прям трясло, не знаю почему. Как вариант, гриф мягкий, потому что не меня одного болтало. То есть, ну, вставал не тяжело, отходить было тяжело. Ну, в жиме, в принципе, неплохо, да. То есть это минимум, что я хотел закончить. То есть как раз вот хотел 55-60 закончить. Ну, 55, пожалуй, нормально, доволен. А у вас были планы погнаться за хосе? Конечно. Конечно. То есть не хотелось там занять железобетон на второе место? Нет. То есть при начальном весе 15 килограмм хохлам надо было тянуть порядка 25-27. То есть мы планировали потянуть 15, потом потянуть в районе 25, а третьем, ну, то есть уже железно занять второе место, и потом уже в третьем подходе идти на нужные килограммы. Сколько бы там ни было, все равно уже ничего не теряешь. То есть как бы планы такие были. На разминке в тяге. Как вы ее вправо распространяете? О чем вы с ним разговаривали? Ну, мы еще особо не разговаривали. То есть он тоже понять не может, где ошибка. То есть откуда это все пошло. Потому что до этого никогда такого не было. Максимум, что было, это она у меня выпадывала. Но она мне держалась. Мне трясло, двойное движение было какое-то лишнее. Не знаю. Будем разбирать, приедем, разбирать будем. То, что у тебя так лявки спущены, это причина чего? Фишка. Фишка? Фишка. Никто не тянет, а я так тяну. Выделиться. Просто лямки не нужны, да? Мне удобнее плечи заводить. То есть когда такие лямки. Когда она высоко, меня она немножко подламывает. А с такими лямками мне удобно плечи назад завести. Вообще-то здесь с машинством хорошо. Вы будете друг за другом присматривать. Чтобы никто не покончил здесь. Если надо. Не было бы, если с уицей. Нет, нет. Для меня это привычно, наверное. Ну, не привычно, но не впервой. Поэтому уже есть опыт переживания таких вещей. Тем более, две медальки я взял. Нормально. Понятно. То есть спонсор можно вмануть, сказать, что вот это вот за все. Нет, там на ленточке написано «Сквот и бенч-пресс». На счет Владивостока думал уже что-нибудь? А что уже думать? Уже билеты покупать надо. Билеты покупать надо. Было готовиться на Россию. А другого выхода нет. Все равно отбираться-то надо выступать где-то. Чтобы дальше куда-то ехать, надо ехать на Россию. И там удачно выступать. Да нет, все нормально. После каждой неудачи следует какой-нибудь большой подъем и большая победа. Поэтому все еще впереди. Главное двигаться вперед. Главное двигаться вперед.